Отношение даже было такое, с завистью все смотрели. То есть ты логинился, какие-то ошибки удавались, говорю, нормально, все поправим, давай, блядь, ход устанавливай. Ну что, 100 тысяч уже потратили, надо же окупать. Которые такие обсуждения задачи 40 минут, это 2 тысячи стоило, знаешь, ты вот это хочешь, чтобы я не рассказывал? Наоборот, рассказывай. Ты не хочешь, чтобы я рассказывал? Наоборот, хочу, чтобы ты рассказал, блядь. Ссорились из-за денег? Да. Мы просто очень открытые ребята, да, и знаешь, если кто-то тебе нагадил, мы просто очень отпускаем. Квартира Сити, это хуйня все. Share up and make money. Погнали на интервью. Ребят, на самом деле заниматься заработком в интернете с 13 лет, это прям сильно. И я так поняла, вы делали сайты? Да. Расскажите чуть больше об этом, какие это были сайты и вообще, как условно игра в дотку, как пример, да, перешла в реальный заработок в интернете аж в 13 лет? Ну да, ну в дотку мы не играли, играли в Counter-Strike, условно. Условно, да. Условно играли в Counter-Strike, а потом нам подключили безлимитный интернет, потому что до этого был лимит, да, и там каждый мегабайт стоил 2 рубля. И когда подключили безлимитный интернет, мы просто проводили время в интернете, потом я помню, прям как сейчас прохожу мимо мамы, мама сидит, у нас мама шил тогда, шил и работала. И говорят, чего вы просто так в интернете сидите? Сидели бы сайты, создавали, деньги зарабатывали. Мы такие, о, в интернете может что, деньги зарабатывать? Нормальная мама, такая шарик. И начали как бы изучать сайты строения и начали писать сами код, то есть открывали там KSS изучали, ну, кстати, KSS был сложнее всего, потому что я вообще не понял, для чего он нужен. Начинается HTML, а потом получилось так, что был праздник 23 февраля, и к нам пришли гости, и папин знакомый такой подсказал, говорит, я вам сейчас темку скажу, типа, только никому, типа, это секретно. И показал движок ЮКОС, тогда, типа, он бесплатный, без проблем, здесь создаёте, только, говорит, не делайте какой-нибудь пиратский контент. Ну, типа, не пиратский, нельзя там с авторскими правами, это всё опасно, типа, законом преследуется. Мы, соответственно, решили сделать что-то уникальное, типа, свой, не то что YouTube, мы сделали сайт фото и видео, которые мы сняли самостоятельно. Первое видео это было, мы сняли, ну, у нас был аквариум, мы сняли рыбок в аквариуме и выложили их туда. Кстати, как-то раз там был комментарий, типа, блин, классный сайт, продолжайте в том же духе. Я не знаю, кто там написал, там, посетителя он, соответственно, не набрал. Потом, хочешь, ты можешь. Потом и я бы хотел рассказать. Сложно друг друга не перебивать, но я тоже хочется рассказать. Да, и плюс домик, кстати, был у сайта photom.ecos.ru, как сейчас помню. Также загружали, как мы с друзьями с горки катаемся, там, собачку какую-то загружали. И потом решили всё-таки на свой страх и риск взять и скопировать контент. И первый сайт, который мы создали, был про ICQ, потому что все тогда раньше сидели в Айске. Мы создали такой сайт и начали наполнять его уникальным якобы контентом, потому что раньше были конструкторы ICQ-шек этих разных. Мы делали разные сборки ICQ, ставили там какой-нибудь фон, я не знаю, там, девчонку поставил, типа, ICQ с девчонкой, ICQ с машиной, там. И разное количество смайликов, разное количество... Мы просто открывали Яндекс, искали картинку по определенным параметрам. Ну, там, разрешение экрана было 128 на 160. И в RAR-архиваторе открывали это приложение, меняли фоновую картинку, и получалась новая Айске, типа. Ну, и название придумали, соответственно, сами. Да, и вот когда его начали посещать, это был Новый год. Я зашел, а там 7 посетителей онлайн, ну, и у Кос была такая статистика. Я такой думаю, о, нифига, ну, бывает, ладно, наверное, по Новому году. Потом смотрю, за сегодня уже 127 посетили. И вот тогда мы, конечно, поняли, что все надо, рекламу размещали, разместили. И Папандер, и Каликандер, там, порнуха, не порнуха, сайт про ICQ, да, вообще. Мы там уже 60 рублей в день зарабатываем. Мам, пап, глядите, я говорю, все, мы работу, наверное, бросаем. И такие, да, показывай, не стоит. Нет, это было уже когда 15 лет, тогда они что-то не говорили. Нет, нет, нет. Ну, в шутку, может быть, да. Ну, в шутку, конечно, да. Вот зарабатывали 50 рублей в сутки, и после его просто продали. За сколько? За 7 тысяч рублей. Продавали на СРЧ, до сих пор тема есть, там ОР такой, конечно. Там ОР, как мы писали это все. Не, мы хотели 12 за него, насколько я помню, и человек выкупил его за 6. Ну, мы такие, ну, ладно, 6 тоже. Я не знаю, для чего мы его продали, то есть могли бы дальше развивать, но тогда, видимо, хотелось быстрых денег. То есть вы так же начинали вместе, прям с самого начала вы все делали совместно. У нас, знаешь, как раньше в GTA играли, вот нам разрешали полчаса в компьютер, он за клавиатурой играет, я за мышкой. По сайтам он за дизайн, а я за наполнение. Он за дизайн, структуру сайта, да, я наполнение. Ну, и наполнял я так же. Мы, кстати, наполняли сайт. Нам раньше разрешали в компьютер играть только там по часу, по полчаса. И времени, соответственно, не хватало. Хотелось побольше контента, наполнять, наполнять. И у нас выпадало субботу, когда и папа, и мама работают, дома никого нет. И мы как бы без спроса играли в компьютер всегда. И даже чтобы увидеть, когда родители, если что, приехали, мы поставили, у нас была камера, еще такая пленочная, мы ее подключили к телевизору, перед домом поставили эту камеру, как бы и выводили изображение на телевизор, чтобы видеть, когда машина подъедет к дому. Чтобы, если что, быстро выключить компьютер, типа мы не при делах. Приходилось всегда шугаться, потому что, ну, какая-то машина по улице едет, ты слышишь такой, они не они, нет не они. А почему родители запрещали, получается? Они же сами были инициатором. Ограничивали. Ограничивали это, не запрещали. Ну, знаешь, всегда был стереотип, то, что портится зрение, типа компьютер это вообще в целом вредно. Вот. И один раз мы, конечно, спалились. Получилось так, что мы слушали громко музыку. И просто заходит батя в комнату, такой, а вы что, блядь, вы делаете? Вы что ли такой, с таким сердитым взглядом? И они поставили пароль на компьютер. Да, пароль настолько гениальный был. Мы там гадаем даты рождения, что-то еще. И какой был? И один раз мама приходит и просто мокрыми руками его вводит. Да, ну, она на кухне была, говорю, мама, введи пароль. Она вводит его. На суть там 1, 2, 3. Такой думал, блядь, серьезно? Да. То есть пароль все это время был 1, 2, 3, а мы там сложные, там 8 символов, 6, блядь. Да, да, да. Но потом было легче сидеть в компьютере без спроса, потому что родители не подозревали, что мы знаем пароль. Соответственно, уже. Да. И вот, наверное, прям долгое время сидеть за компьютером мы стали, когда это был 9 класс, нас, насколько я помню, или 8-й, мы с дня рождения накопили каких-то денег, и у папы на работе там предложили ему компьютер за 5 тысяч рублей. И мы купили этот компьютер, типа, с накопленных денег и поставили у нас в комнате. А когда в комнате сидишь, как бы, ну, родители спали не особо заходят. Там уже стало как бы без разницы, сидим мы в компьютере или не сидим, типа, если вот главное не в 3 часа ночи, и нормально. Мы вообще создавали андроидовские сайты, была такая. Раньше сайт в Google продвинуть, но это ссылок закупил просто на сапе. И сайт в топе. И я помню момент, мы работали, вообще с мидлетами начали работать. Это мобильные приложения, такие вирусные, грубо говоря, которые отправляют 3 смс-ки. Вот. Изначально мы создавали сайты, продвигали их в топ, и там размещали специальный код, который отдавал вирусный файл вместо обычного. С этого был какой-то доход. После можешь рассказать про Edmob, я чтобы тебе... Не-не, ты говори, просто вирусный ахуенно звучит. Ну, а как их назвать? Ну, сейчас они считаются вирусными, когда это... Ну, мобильные приложения, которые отправляли смс-ки на короткий номер. Ну, операторами все это было разрешено. Ну, да, операторы это позволяли. На случай, если у нас кто-то смотрит. Ну, конечно, а то я скажу, что какая-то серая тема нет. Нифига, просто операторы спокойно давали это делать. Подождите, вы продали свой сайт. Да. И чем вы планировали заниматься дальше? Мы начали заниматься тоже сайтами. Мы создали два сайта. Я для софта, для компьютера, а Паша... Мобильные приложения. Мобильные приложения для телефона. Сколько лет вам было? 14, по-моему, 14, да. И вот мы просто параллельно у кого лучше получится это. Мы продавали на моем мобильном сайте рекламу. Накручивали посетителей. И с этих денег купили тогда себе телефон. Телефон, да. 20 тысяч накопили и на все 20 тысяч. Samsung Galaxy Nexus. Я тогда помню, он когда ехал из Москвы, там, знаешь... Я не помню, какую-то транспортную компанию. Разные мы ждали. Разные мы ждали. А мы накручивали, получается, что чувак нам платил за скачивание приложения. А мы просто от ботов, якобы боты скачивают эти приложения. Но он даже не замечал. Он потом только где-то через полтора месяца говорит, что ребята, от вас окупаемости нет. Это мы просто купили как-то курс по накрутке тизерных систем. Короче, фишка в том, что там можно было реально ботами мотивировать. Ты выполняешь действия, типа робот то, то выполняет, всякие роботы. Ну, короче, так и накручивали. Слушай, Паш, ну у вас собралась прям целая мини... Мини-вечеринка какая-то. Не-не-не, даже можно сказать, битап арбитражный такой. Как вы вообще со всеми познакомились? Слушай, вначале на конференциях, а потом, наверное, все началось с того, как мы в Сити переехали и начали организовывать какие-то вечеринки. И знакомые зовут знакомых. И, соответственно, получается большая вечеринка, со всеми знакомишься, еще ближе знакомишься. У нас из Москвы, на самом деле, очень много арбитражников. Туда же есть некоторые ребята, которые прилетели из Турции. Вот думаешь, просто на день рождения, обычная домашняя вечеринка, но заморочились, как бы купили билеты, прилетели. Это очень, ну, не может не радовать, это очень приятно. А у вас на вечеринке целый арбитражный митап. Расскажи, откуда в нашей сфере столько девочек? Девочки все не из арбитража, просто пришли поддержать арбитражную тусовку. Говорят, успешные парни, это, говорит, очень хорошо. В историях можно заметить, что такие сходки бывают довольно часто. Вы очень гостеприимный парень. Всегда ли вы проводите время вот так? Я очень люблю, короче, общаться с людьми, знакомиться с новыми людьми. Всегда дружелюбен ко всем. Знаешь, если со мной подойдет пообщаться человек, который мне неприятен, да, даже если я об этом не знал, что он мне неприятен будет в будущем, типа я буду с ним общаться, как очень дружелюбный молодой человек. Поэтому я, короче, очень люблю людей, люблю общение. Это вот мое хобби называется. Расскажи, сколько денег вбухали в день рождения? Да 1200, не больше. Потратили вообще немного, 1250, потому что здесь... Ах, СВЛ не удалось как бы тебе переплевнуть. Ну, СВЛ как сделал? Он отдал на аутсорс. То есть он говорит, я хочу тусовку, организуйте. Соответственно, там расходы могут быть куда угодно, и он может их... Он за фотостенд отдал 150. Я считаю, фотостенд столько не стоит. В аренду взять фотостенд, там 15 максимум выйдет. Там свои фотографии. И они обратно его везли. А он его выкупил за 150. В этом не вижу смысла. Но у нас фотостенда нет, я тоже не арендовал. Сколько стоило позвать эскортниц? Вот, слушай, сегодня пришли бесплатно, да? Вот мы типа на некоторые дни рождения мы звали, короче, заплатно, а сейчас поняли, что уже нет никакой необходимости. Расскажи, кого ты тут позвал? Это же все девчонки не из сферы. Ну, там есть из сферы, парочка. Мы с Мариной. Из Турции как раз прилетели. А, тогда больше. Нет, я просто в инстаграме с кем общался, пригласил на день рождения. Ну, практически все согласились. И все приехали. Так и организовалось. Слишком много знакомых, чтобы делать это за деньги. У вас какой-то контракт, типа, уже, да? Такие не на день, а вот на полгодик. Ну, типа, есть охуенные парни, короче. Можно уже и бесплатно прийти. Ну, просто если бы пришли те ребята, с которыми мы общаемся только, была бы сосисочная вечеринка. Да. И как бы вряд ли ребята были рады такие чисто с пацанами пообщаться. Всем надо какое-то общение с девушками. Биг Диг Пати. Биг Диг Пати тут. Это если бы мы с братом только собрались. Ты темщик Паша Кайфушник? Я люблю придумывать идеи. Паша может помочь их реализовать. Но в большинстве случаев делаю это сам. Да, типа, он стремится. Это тоже реализовывает, но делает это на стороне, типа, вдали от меня. Поэтому, как бы, вроде как раздельно, да? Да, но бюджет у нас общий, поэтому мы вроде занимаемся общим делом, да? То, что наращиваем наш общий капитал, но делаем проект отдельно. Что самое общее, что у вас есть? Я не знаю. Друзья, наверное. Потому что у нас друзья все общие. Цените друзей? Сто процентов. Типа, я люблю, когда люди ответственно подходят к своему делу, типа, и отвечают за свои слова. Это для меня главное, когда люди сказали и сделали. И поэтому, я не знаю, вот у брата такой же принцип, типа, поэтому у нас друзья общие. Ну, а петражники тут, конечно, не только из пушей. Тут и есть и габлова, и крипта, и товарщики. В целом, вообще у вас такая большая комьюнити, да, получается? Да, но мы как бы дружим не по вертикалям, а дружим, потому что дружим. Приятно общаться. Мы не часто обсуждаем работу, мы больше обсуждаем жизнь. Поэтому у нас друзья здесь из всех вертикалей, и очень приятно, что такой большой комьюнити собирается в одном месте, и помимо конференции. То есть, если ты раньше вспомнишь, конференции были... Я раньше со всеми общался только на конференциях. Потом это перетекло, как бы общаешься с одним каким-нибудь человеком в сферах. Потом начало больше, больше. И в итоге сейчас у нас половина конференции собралась здесь. Ну, не половина, а утрирую, конечно. Вы сначала делали сайты, потом перешли и в форуме увидели что-то про арбитраж трафика. То есть, там был какой-то скрин, вы писали, что на 30 тысяч рублей. Да, я могу сказать. Я расскажу. Ну, давай. Нет, мы тогда искали, как все зарабатывают на вапмайнсисте, потому что мы на вапмайнсисте зарабатывали просто с медлитов на сайтах. А мы знали, что люди где-то рекламу покупают, но не знали где. И там как-то один человек на форуме СРЧ выложил скрин, где он по 30 тысяч в день делает оборотки. Просто у никого был unnamed. Вот он говорит, вот он, Наким. Вы сами догадаетесь, какой-то трафик покупать. Я ему, естественно, в личку писал. Че, где, расскажи. Никто мне, естественно, не ответил. Нам там один человек ответил, что Travka.com. А это тогда вообще скамовская сетка была, где там трафик можно... Там боты были одни. В итоге мы начали искать, наткнулись тогда на AdMob, залили туда приложение. Ну, прошли модерацию и пополнили 50 долларов, я там помню. Еще через банкомат, через Kiwi пополняли. Ой, через Kiwi просто пополняли 50 долларов. Слили 3 доллара, такие, смотрим, нет ни одной конверсии. Мы такие, так, все нахуй. Не окупается. Не окупается. 90 рублей потратили, лучше стоп, греха подальше, да? Типичные арбитражники. И куда такие денежищи тратить сразу? Вот. И потом через какое-то время, через неделю мы зашли, думаю, давай еще раз попробуем, потому что искали, искали, больше ничего не нашли. Запустили трафик и забыли. Потом захожу, что-то через 3 дня, смотрю, на балансе 3500, и думаю, откуда? В баксах. Нет. Да? 50 баксов. 50 баксов. Мало, я перегнула. Вот, сейчас вертолет за мной прилетит, сейчас с медлитов осталось. И поняли, что это как раз идмоба, подумал, потратилось примерно полторы тысячи, а заработали 3500. Вот, собственно, это была первая тема, которую мы нашли с рекламных сеток. Мы, естественно, начали обороты наращивать. Ну, когда мы начали наращивать обороты, наша проблема была с выводом, ну, у нас не было оборотных средств, и мы когда выводили на карту, мы выводили не как на Сбербанк, а выводили как на Visa MasterCard. И деньги шли не моментально, а там больше суток, иногда двое суток. И из-за этого приходилось ждать. То есть, чтобы нарастить оборотку, нам надо было подождать там сутки, пополнить баланс, слить этот баланс и заново. То есть, у кого-то взять средства у нас возможности не было, и из-за этого мы, грубо говоря, немного проебались. Вот, так бы можно было, конечно, накрутить оборотку быстрее. Мы всегда боялись масштабироваться, вот, не знаю, какой-то, знаешь, страх потерять деньги всегда был, потому что денег не особо много. И вот мы доставались на одном уровне, достигли, там доход у юнки все супер, пусть идет, больше ничего не делаем. А там узнавали потом люди с этого зарабатывают миллионы и миллионы, а мы... Но вы при этом говорили, что вы очень быстро тратили деньги. То есть, как только они к вам приходили, вы сразу запрашивали? Это не быстро, а бездумно, скорее всего. Мы их не считали. То есть, вот, когда нам пришли деньги, мы такие, а сколько у нас? Да кто знает. Ну, на айфон вроде хватает, пойдем купим, да? Типа, хватает на одежду, зашибись, погнали, пойдем купим одежду. Ну, мы одежду, кстати, тогда не покупали. У нас даже, мы помним, когда купили айфон, пятерка это была. И вот приходишь, мы с техникой научились, и приходишь и такие, я лучше на эти деньги шмоток купила. Ну, вылив деньги на это, купила шмоток. То есть, у всех отношение даже было такое, с завистью все смотрели. Хотя, сейчас думаешь, айфон у каждого второго просто, а в Москве, тем более, там, метро проедет, у всех айфон. Смотрите, первая сумма, которая вас замотивировала, это были 30 тысяч рублей. Если мы перейдем на, в данный момент, какая сумма возбуждает вас сейчас? Если тогда это были 30 тысяч рублей, что сейчас? 32. Понятно. Платина в баксах уже. Не масштабируйтесь, я поняла. Нет, ну я серьезно. А, 30 тысяч в день? Да, вы увидели какой-то скрин, что у вебмастера было 30 тысяч рублей, и вас это как-то замотивировало, для вас были большие деньги. Это в любом случае были большие деньги, которых у нас тогда мы и представить не могли. То есть, это тогда с этих милетов у нас первые большие деньги пошли. Мы там 20 тысяч оборотов делали в день, потом 40 тысяч оборотов. Ну, то есть, не доходило до 70 тысяч. До 70 тысяч, да. Но вы при этом оборачивали как-то эти деньги, или вы просто упратили? Мы покупали, я помню, мы купили курс о том, как поднимать ТИЦ с сайтом. Ну, ТИЦ, тематическое индекс цитирование, короче. Раньше это актуально было. Это сел-параметр, который очень ценился при продаже сайта. И потом их продавать дороже. Но мы купили этот курс за 100 тысяч рублей, а через какое-то время этот чувак его уже распродавал по 5 тысяч. То есть, и всем подряд. А здесь, типа, ограниченному количеству лиц. И, получается, темой мы не успели ей воспользоваться, она уже прогорела. А деньги, соответственно, никто не вернул. Куда-то еще мы деньги пихали. Ну, на всякую фигню. Мы ходили... А, товарком это занимались. Да. Продавали часы. Часы из Китая. Да, за 90 рублей эти часы истребители покупали. И за 990 на леннику выставляешь там. Вы сами прям закупали, сами продавали. Сами колл-центр. Ай, здравствуйте! Да, отвечаю. Вы заказывали товар, заказывали. А, я говорю, вот как раз прозванивали, помню, один момент такой был смешной. Отправили мы эти часы. Ну, и видим, что на почте еще лежат. Надо же прозвонить, сказать, чтобы забрали. Я звонил, а здравствуйте, говорю, а можете... Ой, говорю, часы вам, говорю, пришли на почту, заберите. Он такой, да я уже забрал, говорит. Положил, они водозащитные якобы были. Положил в стакан, говорит, они у меня и треснули. Я такой, да. Давайте мы его компенсируем, переверите ему деньги. Ну, как честные люди. Клиента ориентированные. Клиента ориентированные. Он же все равно на второй раз не купит эти часы. Ну, не знаю, ну, просто совесть не позволяла кинуть так человека, который тебе сказал, что у него часы еще сломались. А почему вы наставарки начали тогда? Тогда были курсы от КТВС. Он учил, как продавать вот этих говорящих хомяков. И мы такие, о, супер, давай пройдем. И мы, по-моему, записались на этот курс, прошли. И вот первый товар, который нашли, вот эти часы-истребители. Короче, вы жертва инфо-цыганства. Ну, мы их сами продавали. То есть, получается, полностью закрывали цикл. Вот тогда еще не было то ли партнерок, то ли никто не принимал. Ну, не было товаров партнера как таковых. Может, если бы партнерку отдали на какой-нибудь аутсорс, было бы гораздо лучше. И в итоге у нас где-то 150 часов осталось просто так лежать. Какое-то время они лежали. И мы их потом оптом сдали в скупку по цене в два раза ниже, по-моему. По 70 рублей мы их сдали, да? Да, покупали по 150. Ваш основной источник информации на тот момент – это был серч? Да, да, это, наверное, серч, где мы сидели. И КТВС-то это тоже был популярный. Кстати, про наш сегмент. Вов, как так получилось, что ты начал собирать вообще всех, кто есть вокруг Сити, из арбитражников к себе домой? Получилось случайно. Я хотел просто переехать в Сити, чтобы завести новые знакомства, поменять круг общения. Ну, не поменять, а дополнить его. И случайно подвернулся от квартир 190 квадратов. То есть, изначально я думал, ну, сниму, клин, себе 80 квадрат, туда и буду жить. А тут получилось, что 190, устроили новоселье, соберлось куча народу и много народу из нашей сферы. И потом как-то пошло просто в тенденцию устраивать такие тусовки и приглашать людей из арбитража. Я, кстати, заметила, что после себя, как бы, многие подтянулись. Тот же Раф, Сибирский, да? Ну, Сибирский переехал просто жить, он тусовки не устраивает. Ну, а так подтянулись, да. Слава Богачев тоже подтянулся. Харламов хотел снимать? Нет, Харламов, по-моему, они сняли или хотели снять, но они Меркурию хотели, да. Всех обсудили, как бы. Да, ну, то есть, люди поняли ценность вот этих тусовок, что можно с людьми знакомиться и как бы и свою популярность набирать. И, ну, на самом деле, окружение намного выросло после переезда брата в Сити. Да, да, да. Если бы я устроил день рождения, не живя в Сити, я думаю, то пригласил 15 человек, да, а так пригласил 45. Получается, эти все тусовки, это больше работа или отдых? Это больше полезный отдых. То есть, ты отдыхаешь одновременно и поработал, познакомился с людьми, да, и ты... Набираешь связи. Да, набираешь связи, а потом, если тебе что-то понадобится, ты уже знаешь, через кого искать людей и где их искать. То есть... Давайте какой-то самый жирный инсайт, который вы словили на одной из тусовок. Жирный кто? Инсайт. А, я думал, сайт. Кто? Я думал, жирный сайт. Ну, на самом деле, часто Сережа, наш друг, приходит с инсайдами, но это по инвестиции в криптовалюту. Самый жирный инсайт, это не нужно левых людей приглашать на тусовки, потому что иначе потом эта тусовка превращается говной. Она сразу распадается. Она не все портит, да. Все люди сразу разбредаются по комнате, никто не общается, все уходят в себя. А мы поэтому стараемся собирать всех в одной комнате, да, чем больше народу, тем у людей нет выбора. Они просто стоят, и им приходится знакомиться, общаться. Нет, я имела в виду рабочий какой-то инсайт. Про это ты спросил. Да, ты хотел левануть, но не получилось. Ну, пошел, я не знаю, какой рабочий инсайт. Нет, какого рабочего инсайда. Ну, вот ты сказал по крипте, да? Ну, по крипте Сережа периодически заходит, но у нас всегда либо Алеша Хитров, либо Сережа, они всегда залетят там, надо вкладываться в альпаку, все, и пошло, и там все закупаются. Ну, и сейчас в минусах. И сейчас сидим. Кто тут с соседей у тебя? Соседи у нас арбитражная команда, ребята на геймбу льют, они сидят напротив у них офис, причем я не знаю, зачем снимаются в сети офис, но для чего-то снимают. Им так нравится. Они из Чапоксар, насколько я знаю, вот приехали, сидят там втроем. Просто, чтобы была, наверное, атмосфера работы, чувствовалось то, что мы в сети. Вот. Я знаю, Раф тут сидит. Ну, Раф сидит, он недавно здесь сидит. Он заехал сюда буквально месяц назад. Это вы его заразили. Заразили. Он приехал к нам на вечеринку как-то раз, выпил, такой, говорит, блин, хочу здесь жить. Все. И начал заморачиваться с апартаментами. Все, нашел. Также живет на два города. Орел, Москва. Кстати, расскажи о жизни в сети. Какие-нибудь, там, пять плюсов и, например, минусы какие есть? Ну, я здесь не живу, я здесь тусуюсь, потому что у меня здесь живет брат. Я бы мог здесь жить, здесь есть отдельная спальня, я в ней ни разу не ночевал. Ночуют всегда друзья, которые приезжают. Раньше ко мне все ездили, но зато у меня сейчас гостей в квартире вообще нет. Раньше все у меня собирались. Но там больше 15 человек, особо не вместишь. Ну, можно сказать, что ты почти тут. Ты постоянно снимаешь сториз здесь. Как говорится, сториз снимать из моей квартиры или из сети, конечно, из сети. Если я сниму из своей квартиры, я такие, ну, понятно, неинтересно. А когда из сети, как-то людей цепляет, наверное, поэтому. Ну, и у меня здесь свое рабочее место, я поэтому приезжаю. Мы с братом можем обсудить какие-то дела. И так удобнее работать, чем я на дистанции, там, звоню им постоянно по телефону или там по телеграмму. А почему сам не переезжаешь? Мне, наверное, нравится жить все-таки в обычных домах. Я вот сравнил сити и свою квартиру. И я приезжаю, у меня какой-то уют. Я чувствую, что я дома. Здесь ты чувствуешь большая коробка, большое пространство, панорамные окна. Но здесь больше для тусовок. То есть, если здесь жить, не тусоваться, это того не стоит. Кстати, давайте попробуем вспомнить, кто из арбитражников тогда был прям таким вот топом. Кто вас мотивировал тогда? На форуме КТВС был такой с львом, блин, на заставке. И Денис, не помню, короче, вот тогда Дениса они лили на МТ-подписки. А, да, вспомнил. Да, да, да. И Макс, он липбест, я тоже он сидел на СРЧ, такие скриншоты показывал по МТ-подпискам. Как же у Макс? Ну, поикамабис. Вот тогда на него смотрели, смотрели еще Евгений-22, это Женя Масич. Вот мы тогда сдружили, он нам тогда подарил первый ноутбук, первый макбук, который у нас был. За то, что мы ему тему продали за 20 тысяч, а он на ней заработал несколько миллионов. Я такой, ну, мой щедрый, ребята, еще продаваны, конечно. Говорит, ребята, а как вы там, модерация обходите, давайте, говорит, мне скажете. Тем, говорит, это что там, подарочек, я говорю, да, ну, давай. Не, а тогда просто у нас был доход несколькими волнами с Эдмоба. То есть вначале они пускали все ссылки, можно было просто напрямую ссылку в партнерке взять, ТБ указать какой-нибудь там сайт левый, и все, и проходило без проблем. Потому что все там посетители с мобильных операторов отсеивали с самой уже системы. Потом они запретили эти ссылки и разрешили определенные сторы. Тогда я нашел редирект, какой-то китайский стор был, который они разрешали размещать. И там у них, когда переходишь на сторонний сайт, можно было ссылку свою указать. И, короче, как получалось, ну, обманывали Google. Ну, в шее, не это, клачили, вот. Просто сейчас в Вован. Просто две партнерки, вот это понятно. Я просто сейчас скажу, уже обманывали, Вован придерется. Короче, у нас было так, первый миллион, вот, с 15 лет, насколько я помню, заработали. Это вот с первой волны. Потом просто затишье, все деньги куда-то тратятся, куда-то что-то уходит. И появляется снова тема, вот, с этим китайским стором. Снова начинаем те же самые приложения рекламировать. Просто вот AdMob на тот момент был самым крупным источником трафика. Это сейчас как вот AdSense тот же самый, ну, Google Ads. Вот, и в какое-то время эта тема тоже умерла. И потом мы придумали, на Амазоне был редирект на этот. Короче, в Амазоне можно было сделать редирект на сайт разработчика. Но чтобы сделать редирект на сайт разработчика, нужно было добавить приложение. И был какой-то форум, не Фочан, Форклаб. Фопда. Или да, Фопда. И мы взяли оттуда какое-то приложение, загрузили в Амазон Стор, указали ссылкой разработчика свой сайт. И все, и так у нас получился редирект, и тема снова возродилась. И продолжили так же лить. Да, и вот эту тему как раз и продали за 20 тысяч рублей. П***ц. Я сейчас... Сейчас думаешь, какие 20 тысяч рублей там в день можно было узнать. Чтобы вы понимали, Каюмов продал эту тему трем людям по миллиону. Нет, семи. Семи. Или семи. Ну, короче, он там срубил бабла, а мы просто... Ну, короче, а это наша тема была. Потому что тогда ее спалили. Мы первые начали рекламироваться. Ну, то есть, выдачу тогда легко было смотреть. Ты открываешь, ты сразу свое приложение видишь. То есть, не такая большая выдача. И получается, вначале наше приложение крутилось, а потом полезли конкуренты. И потом появилась тема как раз вот у Каюмов с продажей этого всего. Ну, это в силу неопытности, да, получается? Да, конечно, 15 лет. А он тогда уже знал, что такое поцыганить. И вот. Но вы все это время были вдвоем. То есть, у вас не было никакого там друга еще, допустим, кто был с вами в тиме? Нет, мы, наверное, подтягивали иногда друга Сашу, я помню. Но ненадолго залетел в тему, потому что особо не понимал, что он делает. Мы за него все настроили. Он денег пополнил, что-то открутилось, плюс какой-то появился. Потом тема схлопнулась, ну и все. И он дальше не стал разбираться. Но сейчас он полностью в Роби Троше. Это наш друг детства. Да. Это конкурент наш. Да, по всем проектам причем. По всем проектам, да. И по мобильному кликанду, по пушам. Рады, что в геймбулы пока не залезли. А вы залезли? А мы, да. Это, наверное, один из первых проектов, когда мы не вместе с братом делаем, а делаем с другим партнером. Брат тут не принимает никакого участия. Только спрашиваю периодически. Ну да, что там? Деньги есть? Но при этом делите вы бюджет с этого проекта пополам. Пополам, да. Ну мы их не делим. Это вот просто есть деньги общие. Все, мне нужно, я взял. Ему нужно, он взял. Решали 50% у тебя, короче. Хоть ты и не взял. Да хоть 70%. Ну если понадобится 70%. И какое-то время мы сидели вообще без денег. Я помню, у нас спор был. Что-то у нас то ли 10 тысяч рублей оставалось. А мне джинсы новые надо было. И вот мы с братом ругались тогда по поводу... Или у него рваные джинсы. Ну короче, какой-то на этом была ругань. И потом мы находим, решили уйти в товарку. Короче, есть сайт такой, Spaces называется. Это мобильная социальная сеть. Она там миллионник, но с нее сидят как будто, знаешь, вот с телефонов кнопочных до сих пор. И там реклама Mobi Labs была. А, нет. Mobi Ads. Есть такая рекламная сеть. Это же социальная сеть? Да. И получается, там постоянно крутилось объявление средства от курения. Получается, взяли эту полностью связку и отправили на Advan. Тогда партнерка была. Потому что оффер, который там крутился, был как раз Advan. И все, связка заработала. Мы так вот начали просто зарабатывать. Скопировали, ставку повысили и зарабатывали. Выходило там где-то 2000 рублей в день, да. Примерно там, ну, с опробленных летов. Все там отказы, соответственно, были. Вот. И я помню. Ну, как бы шикуешь, да? Шикуешь. Ты просто уже едешь, там есть у нас ларек, называется «Русский аппетит». И ты такой, ребята, я угощаю. Типа тогда Wildberries доставлял уже одежду. Ну, можно с Wildberries было что-то заказывать. Я там с Wildberries все зимние, там, за 6 тысяч по скидке. Ну, так, они 12 стоили меховые такие. Всем доказывал, да тут замша, глянь какая, блядь. Вот этот мех какой крутой. Ну, в общем, дела пошли в гору, да. И мы такие, отлично живем. И как бы эта тема тоже закончилась, да. Но благо мы уже умели деньги считать. То есть понимали, сколько у нас осталось. Мы уже не тратили там все в ноль. И сколько было вам лет? Уже 18. А, 17. 17, 17. Это третий курс техникум был. И на четвертом курсе техникума, еще тогда я не знаю для чего, у нас была открыта Аська. Я не знаю, какой год. Короче, открытая СиКью. И приходит сообщение, типа, привет, говорит, мы с Мобилабса еще раньше работали. Тут ребята новый проект по обклику запускают. Не хотите попробовать? А мы такие, у нас трафика нет. Мы такие, ну, чего не попробовать, блядь, найдем. Типа, да, да, давай, ну, трафик есть, ну-ка, есть. Зашибись. То есть они выдали нам офферы, и мы просто начали под них трафик искать. И нашли тогда на зеропарке. Ну, просто какую-то связку запустили, а там тестирование в обклике, это, я не знаю, слило там 100 уников и понял, есть конверт, нет конверта, можно площадку отключать. В итоге нашлись какие-то площадки, которые конвертят на лендинг скачать. Потом оказалось, это реселы, они реселятся пропеллера. Мы уже зашли напрямую на пропеллер. Мы потому что замечали периодически площадка, ты цену повышаешь, а трафик с площадки не идет. А зеропарк это изначальная площадка, которая по медиабай все покупает. И получалось, что мы понимаем, что трафик в другом месте можно купить напрямую. И нашли тогда, что это пропеллеред сетка, и нам какую-то рассылку прислал туда менеджер. И мы написали этому менеджеру, слушаю, говорю, вот эти вот у вас площадки, говорю, это что за тематика сайта? Он такой, он кидает URL этих сайтов, мы смотрим, все музыка, все, надо музыкальные лендинги. Мы начали, ну, подключили лендинги вот эти музыкальные, и конверт сразу там с 1 к 20, там до 1 к 5, 1 к 3. И тут тема пошла, там по 5, по 10 тысяч в день уже стабильно там. Давайте немножечко спалим для наших зрителей, сколько платит топ-арбитражник за свою хату в Осиде? Как оказалось, он платит недорого по сравнению со всем рынком. Рафаэль-то? Нет, я плачу 350, и это реально самое выгодное предложение на рынке. Мне повезло бы квадратуру. Ну, поэтому быстро и сорвались, арендовали, не смотрели там уже на квадратуру, никакие другие варианты не смотрели. Друзья, 350, 190 квадратов мы такие, берем. Но у вас бюджет общий, то есть ты платишь за свою квартиру с ваших общих денег. Да, 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 ну, Пашу брат это тоже устраивает, потому что он там проводит чаще время, чем дома. Последнее время нет. Драка, драка, драка. Вы всегда одинаково одеваетесь? Нет, так совпало. Так совпало, да. Мы просто зашли в один магазин и купили одинаковые куртки в Америке. Мы были в Нью-Йорке крайний раз. Ну, там погода была еще, что не надо такие куртки было носить. Ну, вы как с тачками, да, надо, типа, зимой покупать на лето. Ага, типа того. Ну, мы же понимали, куда мы полетим потом. Мы же там не собирались оставаться. Долгое время мы работали как раз вот с этой темой. С этих сайтов Лили, но меня задолбала просто конкуренция, потому что вот постоянно ты должен следить. Там ночью кто-то ставку перебил, ночью уже трафик не рьется, ты с утра просыпаешься, плохое настроение, потому что за ночь ничего не заработалось. И тут пришла идея, думаю, наверное, надо как-то сайты напрямую подключать. Ну, такую же систему написать, думаю, наверное, будет не так-то сложно. Первым делом, что надо же, наверное, было написать ТЗ. Да, да, да. Ну, наверное, логично было бы написать ТЗ, найти разработчик. Нет, надо снять офис, закупить оборудование, компьютеры. Да, конфеты, сидеть с умным лицом, типа, у нас есть офис, мы тут что-то делаем. А мы уже тогда себе купили, кстати, Audi A4, это первая машина, уже в городе крутые ребята были. С арбитража, это мы, кстати, тоже интересная история, его можно тоже ставить. Это мы приехали в Москву, нам надо было улетать на митап в Питер. И мы, получается, приехали в Москву, у нас тогда было где-то миллион четыреста, миллион четыреста, четыреста. Вот. И мы метились между квартирой, типа, и машиной. Что первое надо, квартиру или машину? Сходили, посмотрели машины, такие, не-не, наверное, все-таки первую квартиру. И тут вечером мы у друга что-то выпиваем, что-то попьянят, такие, что, может, завтра машину купим? Давай! Не-не-не, такого не было. Я всегда был против всех покупок. Это был обычный брат такой, знаешь, брат всегда меня сподвигал на какие-то вот эмоциональные вот эти покупки, там какие-то дорогие, ты думаешь, да нахрена надо? Я такой думаю, надо деньги сохранить, больше денег лучше. А он такой, это плохо вообще. А он мне просто вбил там в голову, что, говорит, сейчас, если понадобится срочно деньги, мы продадим эту машину, говорит, чуть-чуть в убыток, говорит, ничего страшного, деньги у нас будут. Ну и на следующий день мы пошли смотреть машину, хотели Audi A3. Нет, мы хотели либо Audi A6, а там все Audi A6, говорит, да там движок постукивает чуть-чуть. Мы такие, зашибись, блядь, не берем. Ну трои-трои-трои, сейчас свечи поменяют. Трои-трои, сейчас свечи поменяем, будет все нормально. И в итоге приехали в салон-ауди Таганка тогда, смотрели Audi A3, говорим, что нормально, не нормально? Он говорит, да ну, все, говорит, в порядке, да, но если хотите, говорит, прям сел и поехал. Говорю, вот A4 стоит. А он такие, ой, а сколько лошадей там? 211, блядь, 6,5 до сотни. Мы понимаем, что в городе нет таких ребят, которые 6,5 до сотни. Я тогда сел первый раз за руль, после того, как мы его купили. Я так боялся ехать, думаю, ну вот это она давит, конечно, 6,5 это куда вообще ракета? У вас права вообще были? Да, да, да. Мы уже ездили, но просто тогда, конечно, собирать на это все деньги, тогда, блядь, в такси едешь с этой наличкой, думаю, блядь, как бы таксист не это... Ничего не заподозрил, не узнал, что мы машину едем покупать. Вот, и мы слетали в Питер, оставили в гараже в Москве, потом вернулись. Родители нас ждали как бы на поезде, и они должны были доехать до Борисоглебска, это соседний город, там 90 километров, и оттуда нас забрать. И мы тут все, мам, пап, мы в поезд садимся, сами на машину и поехали в Балашов. Все, приезжаем в Балашов, что-то 5 утра, рассвет, не знаю, заходим домой, и родители такие с просонья, типа, что такое, вы как здесь оказались? Машину, что ли, купили? Мы такие, ну да. Рейдж Ровер? Мы такие, нет, Ауди. И папа с просонья, ну надо покататься обязательно, он вышел, я говорю, пап, назови ему спорт, включил, он такой, не, не, я чувствую, ну быстро вы, конечно, купили, зачем такое, непонятно. И сердит им таким. Да-да, сердит, что такую машину быструю купил. А потом привык, и сейчас, и по намеру лошадей, ну что-то маловато, можно и побыстрее. Ну, короче, человек ко всему привыкает в любом случае. Сняли офис, закупили туда оборудование, мебель, сидели два месяца такие, что-то, а, и начали искать программиста. В Балашове. В Балашове поставили зарплату тридцатку. У вас офис был в Балашове? Да. Ну как офис? Мы, короче, нашли какое-то помещение за 12 тысяч 60 квадратов. Сняли туда, завезли столов, один системный блок поставили, от него запитали программой, типа, 4 компьютера, 4 рабочих места. Начали искать программиста. Приходит какой-то чувак, говорит, да, я, говорит, программист. А мы-то не разбирались, какие-то языки, не языки, вообще пофиг было, да? Я ему говорю, ну, отлично, да, сможешь, значит, написать. Ну, там, ТЗ-шку, примерно, да, 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 смогу. А я говорю, где ты сейчас работаешь? Говорит, на мясокомбинате. Я такой, м-м-м. Это не уволиться надо. Говорит, мне уволиться надо, говорит, 2 недели. Я говорю, ты, говорю, пока не увольняйся, подожди чуть-чуточку. Я понял, что, говорю, нормального специалиста мы там не найдем. В итоге 2 месяца офис стоит, мы его закрываем, нахрен. Я решаю просто на фрилансе найти. Написал ТЗ, что нужно. Поставил ценник-то 100 тысяч. И какой-то чувак откликается. У нас первый программист был Артем, его, что ли, звали. Не помню. Он говорит, да, все, напишу. Он его написал. Дизайн настолько уебищный был, что я говорю, типа, слушай, а дизайнер у тебя нет? Он такой, да, да, я сейчас подскажу вам дизайнер. И вот тот дизайнер, который у нас изначально за этот клик, тогда 18 лет сколько получается, 7 лет прошло, до сих пор с нами работаешь. А разве не этот подсказал, не Макс? Нет, нет, нет. Я думал Макс. Нет, 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 вот как раз кто первый листовал. Вот до сих пор 7 лет он с нами работает. Еще уже в штате, то есть раньше он просто поздельно, сейчас уже в штате. Очень классно рисует. Вот все нарисовали, дизайн, там система как-то коряво работает. А я уже понимаю, что надо сайты переманивать. И там понимал, что самая лучшая связка это искать вебмастеров напрямую, как, не знаю, через ВКонтакте, через Фейсбук, через социальные сети или через какие-нибудь мессенджеры. И вот тогда сайт был Android Applications. Кстати, мы с ним договорились еще изначально, то есть до того, как написать систему. Да. Ну, то есть договоренность была, ну ты его это не уточнил. Не, ну мы не договорились, в смысле она уже была написана, там даже за логиниться было трудно. То есть ты логинился, какие-то ошибки удавались. Говорю, нормально, все, поправим. Говорю, давай, блядь, код устанавливай. Ну что, 100 тысяч уже потратили, надо же окупать. Он устанавливает код. А, он сначала отказывается, говорит, нет, я, говорит, с мобильным подписками не работаю. А мы как бы видели весь фит у него на сайте. Говорю, слушай, работаешь. Скидываешь ему видео подтверждение, что там есть у него подписка. Он, а, да, ну сейчас, говорит, подумаю. Ну и все, он там с партнером договорился, мы разместили код. И этот сайт делал обороты по 18 тысяч рублей в сутки, а нам он приносил 2-3. То есть вот оно, за месяц, получается, эту систему мы окупили. Вообще, получается, у вас экспертизы, как бы, ведения продукта не было. Вы просто инъективно, вслепую, как бы. Типа написали что-то на коленке, там, сто раз. Мы потом наняли программистов, которые в какой-то конторе работают. Которые такие, обсуждение задачи 40 минут, это 2 тысячи стоило, знаешь. Все в таком духе. Или он там, я узнавал, как делать эту задачу, он тоже там время тратил. Блядь, меня-то, говорю, волнует, что ты узнавал-то или нет. Ну, короче, потом нашли программиста до 5 срча, который у нас долгое время проработал. Ну, запойный был, конечно, но писал грамотно, знаешь, тот чувак, который... Сейчас найду, как сделать. И реально что-то находил. Программисты очень специфичные такие люди. Да, но иногда было, конечно, у нас сеть упала, а он просто, ему звонишь, он в неминозе просто, в говно и такое, блядь. Ну и все, и сутки теряешь, грубо говоря. Тогда уже обороты были хорошие. Это уже было основным заработком. То есть, когда еще сеть создавалась, мы еще как-то арбитражили. То есть, наливали какой-то трафик. А потом как-то само закончился арбитраж, и все перешло в свою сетку. Вот, и мы как-то переманили одного музыкального, топового музыкального владельца сайтов, там у него больше миллиона трафика было. Это происходило так, что у нас была связь с менеджером из пропеллера. И мы его постоянно, ну, то есть, он отключил их рекламную сеть, мы его переманивали к себе. И мы всегда были в курсе того, что у них происходит в системе. Потому что мы своего менеджера пинговали, он узнавал, там, говорит, сейчас его подключают. И мы ему на почту писали внутрянку то, что он общается с пропеллером. И его это заинтриговало, и он вышел на связь. И мы такие, давай в скайпе созвонимся. И мы ему давай доводы, как бы, в скайпе говорить, почему с нами лучше работать. Вот мы с тобой работаем уже, там, больше, там, года, уже на тебе Каен купили, у нас тогда уже Каен был. Типа, давай с нами работать напрямую, у тебя будет выше ставка. И тогда он согласился. И тогда, конечно, ну, колоссально по-другому все пошло. Потому что, в чем удобство своей рекламной сети, тебе не надо конкурировать с кем-то. То есть, там мы постоянно, у нас проблема была, то, что кто-то перебил твою ставку, ты там актуальной цены не видишь. Видит только менеджер. Он вообще в целом видит список компаний по данному таргету. И ты его пингуешь. И мы как-то давали просто процент менеджеру, чтобы он нам, грубо говоря, рассказывал. Не рассказывал, за нас просто делал всю работу. За нас просто делал всю работу. Даже он сам ставки менял, в случае чего. А здесь этого уже не надо было делать. И мы с ним достаточно долгое время потом с этим вебом проработали. Была, конечно, там одноказуственная история с ним. Потому что я-то суперпрограммист такой думаю. Так, если мы людям что-то показываем, то почему мы не показываем Гуглу рекламу? Он же должен знать, что типа реклама есть. То это сокрытие рекламы будет. Кто знал, что Гугл-то кликандер не любит? И мы начали, знаешь, на белую рекламу. На Иви? Не, на Юсвеб. На Юсвеб тогда был браузер. И мы просто начали отправлять Гугл на Юсвеб. Ну, и веб, соответственно, работает. У него начинается трафик просто падать. Мы такие, блядь. Да-да. Ну, санкции как бы Гугл накладывает. А мы... Ну, я не знаю. Слушай. Ну, он просто взял, снял код и долгое время с нами не работал. Вот эта вот ошибка дорого стоила, потому что я решил, что так будет правильно. Расскажите про кризисную ситуацию первую, с которой столкнулись в своем проекте. В первом. На самом деле, кризисная ситуация, она... Она не связана с проектом. Вот кризис у нас, как говорится, не было с момента открытия Z-клик. То есть вот мы уже как бы двигаемся, двигаемся. Даже с арбитража, я думаю. Ну, да. С 19 лет. Кризис первый был, это как раз из-за отсутствия финансовой грамотности, когда не знаешь, сколько у тебя денег и тратишь по максимуму. Ты просто думаешь, ну, вроде деньги есть, все, отлично можно тратить. Вот когда уже начали считать, учитывать доходы, расходы и примерно понимать, какой у нас баланс, какую-то подушку оставлять, тогда все стало более-менее стабильно. То есть мы уже ужимались, когда нужно, и шиковали, когда можно. Какой процент вы закладывали на подушку? Для своего дохода? Всегда по-разному, на самом деле, начиналось это. Вот мы когда покупали машину первую, у нас был миллион четыреста, миллион сто стоила машина. То есть 300 тысяч нам тогда казалось, что достаточно для подушки вообще вполне, потому что поток идет, реклама крутится, лавэха тоже мутится. Мы еще даже умудрились тогда в Сочи сгонять. Потом, ну, с каждым разом подушка растет. Потом вторую машину мы покупали, там уже нам два миллиона надо было почему-то подушку, не знаю почему. И так оно растет, растет. И сейчас иногда думаешь, что все равно мало подушки, надо больше. Ну да, зачем растишь ее, непонятно. Просто вот растишь и все, чтобы была. Вов, я насколько знаю, это была твоя партнерская сеть. Ну я отвечал больше за разработку, за привлечение мастеров. А я за настройку офферов, наверное. Ну да, Пашка. Ну мы вместе за настройку офферов отвечали, у нас была там как-то такая скоперированная работа. С Прогером работал он больше, я вот так пинговал иногда. А в целом партнеров тоже привлекал, а я за настройку офферов, там, условия его едика выбить там. Организовывал, что организовывал я? Кейтеринг, кальяны, берпонг. Твой любимый. Да, я еще успел съездить сейчас за столами для кейтеринга, потому что я забыл заранее предзаказать. Бывает такое. Брат организовал ту девушку, которая всех встречает. Короче, я бегал на суете, брат говорит, с меня площадки. Ну конечно. Расскажи, а какой самый крутой подарок, который себе подарили сегодня? Да тут на самом деле, всегда же дело не в подарке, дело во внимании. И самое интересное, ну, так и есть. Ну, в любом случае, все не знали, что подарить. Все спрашивали, звонили. Ребята говорят, мы тут скидывать собираемся, что вам подарить, что вы хотите. А это очень сложно выбрать, как будто вроде вот, ну все есть, вроде ничего не надо. В общем, мы вас очень любим. Поздравляем с днем рождения. Желаем вам успеха, счастья, здоровья, успеха в работе. Массажер для ног. Вот, массажер для ног. Все на жилье! Как вам жизнь в Сити? Понт или лайфстайл? Это больше для нетворкинга. То есть, жизнь в Сити ничем не отличается от жизни в обычной квартире. В обычной квартире даже уютнее, чем в Сити, да? Но в Сити ты, если не устраиваешь тусовки и ни с кем не общаешься, то вообще беспонтовое житье. Потому что ты выходишь, у тебя огромная площадь, ты такой думаешь, бля, что я тут делаю? Мне вот хочется... Я как брат приезжаю, у него уютная квартира, у него прям хочется жить, это квартира для жизни. А у меня квартира чисто для тусовок. Если их не устраивает, то эта квартира не имеет никакого смысла. Ну, какие минусы ты видишь в жизни в Сити? Например, у нас был офис, и тут как будто бы не было души. Ну, я не успел прочувствовать, как я уже здесь, точнее, я здесь не живу. Для меня душа это то, что я приехал, здесь собирается вся компания, и мы общаемся. Это вот центр сбора. То есть, никто не поедет ко мне там на молодежную, все приедут в Сити. Я всегда приезжаю, а у брата кто-то сидит из нашей тусовки, из друзей, и как бы все общаемся. Тогда такой вопрос, мне кажется, ребят спросятся, а как попасть к вам в тусовку? Никак, написать в Инстаграме. Если дофига общих подписчиков, все, ты в тусовке. Короче, с Пашей все просто. На самом деле, жить тут беспонтово, и лучше просто в обычной квартире, типа, снимать апарт. Если не хочешь устраивать ту тусовки, то жить в Сити, это, я не знаю, это лишняя отрата денег, да. У меня много друзей, которые живут в Сити, они вот эти снимают квартиры, и все равно ходят на тусовки ко мне. Я такой думаю, ну и какой смысл, блядь, ездили вы там на такси за 600 рублей больше, да, чем приходили ко мне пешком. Поэтому просто квартиру снимать, чтобы жить, а вид надоедает буквально, я не знаю, там через месяц, и ты такой, ну, круто, да, прикольный вид, и он тебя уже никак не мотивирует. У богатых свои причуды. Сто процентов. Поэтому... Поэтому фейком. Поэтому, да, квартира Сити, это хуйня все. Я, кстати, мониторила отзывы об этой партнерской сети. Вот, чуть решила углубиться. Вот, ну, там есть довольно-таки много негативных отзывов. Вы когда-то работали с этим или вообще никак не закрывали этот вопрос? Да тогда были самые негативные отзывы, это... Про саппорт. Ну, потому что саппорта не было, с саппортом были мы. Ясненько. И саппорт, и аккаунт-менеджеры, и бездевы. Там как бы все позиции закрывали мы, даже маркетолога тоже не было. Был чисто я, Паша и вот программист. И программист, который... По издельной работе работал. Потом более серьезно мы уже подошли, когда сняли офис в Москве и наняли программиста в штат. А так все работали с удаленщиком. Мы просто тогда подумали, что так работа пойдет эффективнее, и что удобнее, когда программист в штате, и вот ты перед ним сидишь. Но на самом деле так же он может вала... Не ебать, извиняюсь за выражение. Не извиняйся, ты так всегда говоришь. Вала ебать может. Ну да, вала ебать может. Поэтому... Ебать они там про вала. Да, у нас был одно время программист, и у него под руководством еще три программиста. На что ты понимал, разработка шла ровно так. Вот просто спрашиваешь, что по задаче. А, да, точно, по задаче, блядь. Такой я думаю, хорошо ты слово задача знаешь. Но в итоге я сказал, что сейчас скрам мастера найму, чтобы она сработала лучше пошла, и он решил уволиться, потому что понял, что... Все будет контрольно. Блин, от некоторых программистов вспоминаешь, конечно, да. А как вы масштабировались? То есть вы как-то пытались развивать эту партнерскую сеть или нет? На самом деле наем сотрудников у нас прям такой активный пошел уже в задпуше больше. Да, да, да. Вот задклик никак не масштабировали. Просто пытались нанимать паркетолога, который якобы с сайта привлекать, но это к сильным результатам не приводило. То есть мы как-то двигались в одной стезе. А в какой момент вы решили, что нужно создать задпуш? Это мы не решили. Тогда начали качать пуши. И мы хотели написать вначале свое, а потом поняли, что этого потратится очень много времени. И в брату пришло предложение. Ну, не пришло предложение. А, сам ты написал. Да, я сам. Мне просто нравилась тогда пуш-сетка RedPush. Она и сейчас до сих пор есть. И я посмотрел, интерфейс крутой. Я написал ему в личку, Овнеру. Говорю, слушай, а франшизу не даешь? Он говорит, сейчас узнаю. Ну и вот с нами встречался, сконнектился франчайзи, сказал, да, можно, там, 200 тысяч стоит и 10% с оборот. Блин, тебе нахуй, условия, скат. Ну, смотрите, ладно, вы, получается, купили за 200 баксов? Ну, это 100 тысяч рублей. Это то, что дизайн, и что они тебе поднимут тут партнерку, и ты не соскальшься. Просто софт. Да, да, софт, но им нужны были люди именно с бэкграунда. Да, у нас была эта сетка Z-Click. Им сказали, что у нас там вебов-то дофига. Говорю, вот мы оттуда их переманим, собственно, к себе. Им это было тоже интересно. А база-то была большая, на самом деле? Да, тогда была на тот момент. На Z-Click и большая, да. И удалось ее перевести на Z-Push? Да, с этого мы выполнили там минимальные условия. Нужно было, блин, тысяча долларов в день, что ли, оборотку. Пять тысяч долларов, по-моему, в неделю, чтобы продолжить работать. Чтобы продолжить работать. Через месяц или через два надо было сделать, уже точно не помню. Но как бы удалось это выполнить, потому что просто переманили вебов, которые работали в Z-Click. Точнее, предложили еще потестировать нас. Вы переехали в Москву, сняли офис, масштабнули, получается, проект, и у вас стал Z-Click, Z-Push. Расскажите про команду. Неужели у вас никого не было, кроме брогеров? Никаких аккаунт-менеджеров, никого? Если у вас был офис, вы сидели там просто вдвоем? Нет, у нас изначально вообще мы работали дома. Когда у нас была... У нас было две версии Z-Click. Первая версия была написана на коленке, которую мы самую первую написали, и начали из нее что-то лепить. А вторая версия, это уже более типа созданная. Там у нас программист из Китая какой-то работал за 100 тысяч, который потом ушел куда-то. Китаец? Ну, он русский был. Он Виктор был. Виктор был. И он просто в один момент отключился, и все такое, я больше не работаю. Зарплату получил, отключился, да. Ну, видимо, в задачах не разобрался, либо устал. Вот. И тогда мы офис сняли, у нас наняли аккаунт-менеджера, девочку. Ну, она просто привлекала, написывала сайтом. И вот сидел Прогер. И как бы всю остальную работу выполняли мы. Ну, у нас просто брат, наверное, больше всего написал сайтом, как-то с ним договаривался. Ну, и был, по факту, один там крупный веб или парочку. Он и сейчас работает за пушом. Ну, да. Один есть такой крупняк, который до сих пор мы его от проекта к проекту подтягиваем везде, и он не против потестировать. Очень давно работаем. Потому что мы его тогда первый раз уговорили на ощущение, в каком он не хотел с мобильными подписками работать, а сейчас типа отказаться от них не может. Мы ему просто написывали опять на почту, говорим, давай, 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 давай. И он такой, ладно, давай. Потестировал один раз, и потом даже начал вот эти сайты все скупать и устанавливать эту рекламу мобильных подписок, потому что понял, что тут есть профит. Да, высокий заработок. И работает только с вами, никуда не уходит? Нет, он тестирует разные партнерки, да, но мы стараемся как бы условия получше дать, чтобы у нас с нами тоже оставался. Как вы попали в арбитражную тусовку? Расскажите про свой первый вход. Ну, мы первый раз поехали на конференцию, я помню, это было у Хитровых в Питере. Спалайф. Спалайф, да. И там как-то начали со всеми знакомиться параллельно. Какой это был год? Это 17-й. 17-й, когда крипта как раз вверх пошла. И тогда там конференция, кстати, офигенно крутая у него получилась. Я прям, вот и первый, наверное, запомнил. Точно 17-й? 17-й. 17-й. 17-й? 17-й в Питере Лайпе 2017, да, первое конференция. Когда именно крипта вверх, он уже начал там криптой заниматься. Вот тогда, собственно, познакомились с многими людьми и с Хитровыми тоже заобщались. Потому что у нас-то Порш Кайон уже был. Мы такие, о, у нас тоже Порш. У нас тоже Порш, ребята. Не такие там уже, башки, как говорится. То есть вы выходили как рекламодатели? Мы их просто ходили как ребята. Слово, да, да. Мы стенд брали два или три раза на конференциях всего. И все так себе. Больше не брали. Да, да, да. Это как один раз товар взял себе спонсорство за 500 тысяч рублей. Пришло в итоге 10 рекламодателей. И никто не пополнился. Он такой, говорит, супер купил. Но у вас на Кинезе был тоже стенд? Офигенно зашел. Да, офигенно зашел на Кинезе, потому что не был конкурентов. То есть там вроде пропеллеры были, но они где-то далеко стояли. И к нам подходили до хрена стрелять из манигана. Это вот такая притягивалка была. Нет, много подошло людей. И в том числе даже тот самый ЮКОС, с которого мы начинали. Да. Сейчас наш код у них установлен на сайт. Ну, жаль, у них трафика уже нет. Жаль, трафика, конечно, нет, как раньше было. Амбассадоры ЮКОС. Да. С чего начинали, к тому и пришли. И много, в принципе, крупных вебов подошло. Как бы многих закрыли. Поэтому эта конференция купилась. Мне понравилось. И организованная Кинеза была сумасшедшим, круто. Как у Дениса, респект. Получается, Z-Click сейчас вообще... Z-Click сейчас... Да, на стадии разработки. Здравствуйте. Z-Click сейчас на стадии разработки. Там мы пытаемся все сделать фиды. Но текущий программист, который над этим работал, сейчас уходит. И, возможно, уже закроем его. И просто, чтобы время на него не тратить. Потому что прибыль он сейчас толком не приносит. Просто висит. Просто висит и думаешь, нужно за ним следить или нет. Поэтому... Ну, хорошо, что вы не боитесь терять проекты. Слушай, сложно. Потому что это вот как... Часть жизни. Да, это большая часть жизни. Типа, огромные дети, которые строили, строили. И в итоге ни к чему не пришли. Знаешь, как-то пока сложно расставаться с первым ребенком, которого открыли. Вы хотите закрыть или продать? Ну, я думаю, продавать смысла нет. Продавать смысла нет. Там код такой своеобразный. Вряд ли кто-то будет с этим работать. Поэтому, наверное, закрыть просто. Ну, либо договоримся с программистом, который сейчас уходит, чтобы он просто завершил его за какую-то сумму. И тогда он продолжит работу. Пока что не имеет смысла. Проще закрыть. Я уже понял, что вот именно разработкой заниматься мне лично неинтересно. Это сложная система, которую нужно уметь выстраивать, понимать что-то в ней. И вот проще вот всаскивать решение брать. Мне больше нравится продукт именно делать со стороны маркетинга, не знаю, визуала, со стороны продвижения. Но не как со стороны разработки. С разработкой мы сколько пытались, не пытались, не получилось нормально. Нужны компетентные люди для разработки просто. Компетентные люди всегда цены заряжают, как будто это... Не, не, компетентные. Почему? Нужен просто партнер какой-то, который в этом разбирается. Да, и у нас по нескольким проектам есть вот такой, например, партнер, который закрывает разработку, а мы уже потом после закрываем маркетинг. То есть вы не вдвоем в проектах своих, ну, не считая там твоего нового? Ну, у меня еще есть один проект, который я вот без брата уже сделал, это мобильное приложение там по инвестициям. У вас были когда-то инвестора и есть ли сейчас? Нет, никогда не было. Всегда свои деньги вкладывали? Да, пока что всегда свои деньги не дошли. Поэтому, может, медленно и растем? Да, да, наверное, если привлекали бы деньги инвесторов. Потому что на самом деле на команду всегда... Каждый раз, когда отдаешь зарплату, думаешь, сколько, блядь, это тратится, а сотрудников немного. То есть всегда ты вот эту котлету... И думаешь, как люди с 40, с 50 сотрудниками вообще команды построили. Ну, значит... Последний вопрос про Zpush. Есть ли у вас вообще какой-то план развития именно внешней стороны партнерки? То есть пиар какой-то? Как вы привлекаете веб-мастеров? Что для этого делаете? На данный момент Zpush – это автоматизированный проект. К сожалению, сейчас нет сотрудников вообще. Кроме пары менеджеров саппорта. Там вот он сам уже приносит прибыль и все. Но сейчас я еще активно пиарщика, выложил вакансию. Найду пиарщика и будем опять с маркетингом работать. Потому что я уже переключился на другие проекты. Думаю, Zpush раз приносит, пусть приносит. Но в итоге решил, что надо дальше развивать. Потому что тема Push еще не мертва. Они продолжают приносить доход. И работают так же по всему миру. Сайты никуда не делись. И Push реклама никуда не делась. Как вы думаете, вы в то время выбрали для себя самое прибыльное направление? Или как-то не то? Если бы можно было масштабироваться как ProPush, допустим. Да, да, да. Я могу сказать одно, что вошли вовремя в эту тему. Еще вовремя, да. Да, то есть я прям вовремя нашел этого франчайзи. И вовремя мы запустились. Потому что когда Zclick начал проседать в доходах, его очень хорошо подтягивал Zpush. Поэтому. Но у вас есть еще ProPush. ProPush это... Пролило свет восьмую. Так кто тебя спонсирует? На кого ты работаешь? Мне никто не спонсирует. Вот. Аналогичный проект Zpush, та же платформа. Та же франшиза. Та же франшиза, да. Но просто другой подход к маркетингу. Разделили маркетинговые риски? Да, да, да. Как говорится, сделать несколько партнерок, и везде будет свой трафик. Да, да. И поэтому, когда веб говорит, я ушел тестирую другую партнерку, ты смотришь, он пришел в группу, что я такой, тестируй. Тестируй, нормально все. А ваши партнеры не знают, что... Нет. Ну, я думаю, наши партнеры не подписаны на наш инстаграм. Да. У нас вообще для партнеров там команда, сейчас финодел передам. Я такой сам сижу, финодел. Да, да. Ребята, где выплата? Финодела отписала. Финодела отписала. Сам переводишь, сидишь. Деньги такой должен. Блин, выплату забыл сделать. То есть вы за быструю монетизацию, у вас нет такого, что нужно реально проект привести в порядок, по дизайну, выстроить пиар, там и все такое. Сделать, чтобы оно работало, генерило кэш, и все, значит все уже хорошо. Именно так. Чем быстрее начали кэш генерить, тем интереснее проект развивать потом. Но никогда вот таких прям суперкоманд не получалось у нас построить. Сейчас стараемся, там, не знаю, вот по бропушу хоть какая-то команда есть, да? Там сколько у тебя? Семь человек работает? Нет. Пять. А, пять человек работает, да? У меня в Zpush'е ноль, но пока он приносит больше, чем в Zpush. Но они развиваются. Просто уже, так как старые вебы работают, мы все новых привлекаем. Но мы растем, допустим, у нас оборот с каждым месяцем увеличивается, так же, как и прибыль, а Zpush на месте коллеги. На месте, да. Потому что нет никакого вклада в рекламу. Да, нового притока веб-бастеров, соответственно, тоже нет. У вас есть внутренняя конкуренция? Нет, вообще нет. У нас есть внутреннее желание, чтобы обоим было комфортно. То есть, если двоим хорошо, и похрен там, кто с чего зарабатывает, и кто эти деньги приносит в долг. Если бы у вас хотели купить проект Zpush, сколько бы вы его продали? За двухгодовую окупаемость? Да, два-три. Все? Купаете? Стоимость. Ага. О, ага. Ага. Нафиг знает, не знаю. Надо рассчитывать. Не рассчитайте. То есть, вы не знаете свою годовую оборудование? Годовую точность. Хорошо, я поняла. Вы дополняете друг друга? Я так не считаю. Мы просто движемся вместе. То есть, знаешь, у нас всегда есть общение, мы всегда что-то обсуждаем из нашей работы, типа, да, но не дополняем. Скорее, мы, типа, рознь, но вместе. Вот, знаешь, типа, мы друг другу рознь, но движемся вместе, потому что мы братья. Паша, вас часто путают с братом? Вы вообще, на самом деле, не похожи? А то столько гостей, мне кажется. Не было такого, что Вов, с днем рождения такой? Если бы сейчас я надел черную футболку, как брат, нас бы в толпе сейчас точно перепутали. В темноте тоже. Еще в темноте вдобавок, да. Поэтому, говорит, хорошо, в белом, я в черном. А так, нет, мы отличаемся. У меня шрам, у него нет шрама, как бы, легко отличить. Главное, понять, кто из нас Паша, а кто Вова. Это самое главное. Ну, а дальше там уже отличать. Ну, по характеру с вами похожи? Я думаю, мы отличаемся по характеру. Какой ты? Ты интроверт или экстраверт? Блять, знать бы различия. Не знаю, экстраверт. Экстраверт это такой тусер, гэгэй, который любит общаться, интроверт это тот, который любит сидеть дома и все, и закрыться. Значит, я угадал. Хорошо. Ты просто сказал, что типа жизнь в сети, это фейк, это не для тебя и все такое. Знаешь, я бы с удовольствием сейчас переехал в более маленькую квартиру, если бы у меня не было конкретной цели жизни в сети. Это вот расширить свой круг знакомств. Я всегда верю, что мы похожи, потому что мы близнецы. Иногда получаются они совпадения в характере, но они такие моментальные, что я как бы их мимо провожу. Как бы мы даже вот спрашивают, ссоритесь ли вы часто? Мы ссорились крайний раз, это было, мы начинали арбитражить тогда плотно, это нам было 19 лет, насколько я помню, или 18. И у нас слетела компания, а мы были чуть-чуть выпившие. И мне брат говорит, напиши менеджеру, я говорю, да спит он, говорю, 3 часа ночи. И он не понимает, то, что он спит, да напиши, я говорю, да я написал. И вот из-за этого там чуть даже легкая драка была. что желаешь себе на день рождения в следующем году? Желаю поменьше нервов. Вот, типа, нервы главное сейчас в моей жизни, мне кажется, типа, я из-за многих моментов жизни нервничаю, и типа, хочу, чтобы я просто жил в гармонии, да, в гармонии с самим собой, чтобы у меня не было лишней нейротрепки, я был более счастлив и в то же время успешен. Ну, наверное, успех это одно из дополняющих чувств в моей гармонии, да, если я успешен, значит, я в гармонии с собой, вот и все. Планы на год, есть больше ожидания, в любом случае все хотят вырасти. У меня сейчас брат занялся чуть другой вертикалью, отличная, чем мы занимались гемблингом, они с другом организовали партнерку по гембле, сейчас пытаются ее качать, как бы, хорошие тортастики, ну, или вообще не будем говорить, зачем, да, я не знаю, бро пуш, бро пуш, знаете, бро название, вот. Успех в работе или в личной жизни? Что приоритетнее? Слушай, в работе, скорее всего. В личной жизни у меня вообще никаких проблем нет, мне девушку найти это не так, не так сложно, как найти прибыль с того дела, что я делаю, я не знаю, так вот. Вы, получается, пронюхали темку и решили пойти в гемблинг, насколько я знаю? Ну, решили, да, но там нюхать не приходилось, пришел просто Глеб и сказал, говорит, слушай, Глеб, это мой партнер по Афмамбе сейчас, а так мы познакомились на митапе Борщ, точнее, после него в ресторане посидели, подписались друг на друга и все, и больше не общались. И как-то вот одним днем он мне пишет, что, говорит, а ты знаешь, примерно, как создавать такие партнеры, как вот Мани Кингса мне скинул и еще какой-то, не помню, ну не цепа, бро, что-то другое. Я говорю, ну, говорю, да, понимание есть, он говорит, а не хочешь, говорит, вместе со мной проект по дому замутить, говорит, я знаю, как привлечь много вебов. А у меня тогда как бы проекта хватало, дел хватало, я говорю, слушай, у меня времени просто на это нет, я поэтому, скорее всего, откажусь, да. Он сказал, ладно, хорошо, и вторая мысль меня настигла, чтобы создать эту партнерку уже на конференции, я просто прошелся по всем стендам, понял, что рекламодатели, в принципе, у меня куча знакомых, да, и чтобы создать партнерку нужно всего лишь конец АС решения, которое я знал только-то Афайс, а впоследствии это я обнаружил Алан Бейс, который у нас запущен на Афмаму. Она уже запущена? Уже запущена, уже есть офферы, льют вебы. Какая концепция партнерки? Изначально мы думали, что просто будет как гемблинг сеть, а потом пришли к тому, что мы хотим заниматься именно схемным трафиком, потому что у нас больше всего в этом экспертиза. Ну, не у нас, у Глеба. Он, собственно, у нас и отвечает в компании за привлечение партнеров, а я ответственен за поддержку этих партнеров и за поддержку рекламодателей и за финансы. То есть ты сам общаешься с рекламодателями, сам проводишь выплаты? Нет, на данный момент мы уже научились наниматься сотрудников, поэтому у нас и в отделе аффилиейта есть аффилиейт-менеджеры, и в отделе в работе с рекламодателем есть ответственный человек. Офис есть или это удаленка? Удаленка, удаленка. От офиса как-то отказались еще, когда снимали его три года, понял, что бесполезная фигня. Мы, когда съехали с офиса, понял, что он не нужен был, в принципе. Случилось это все из-за пандемии, мы его просто закрыли и все, и начали работать на удаленке и продуктивность, в принципе, не упала. А получается, Вова сейчас зациклен на новом своем проекте. Чем занимаешься сейчас ты? Смотрю, как Вова зациклен на новом своем проекте. Прикольно. Вот. И так же развиваю брукл. Как говорится, вместе ждем, когда меня получится. Когда что-то стрелит, да. Смотри, ты говоришь, что ты занимаешься продуктом, но по факту у вас white label, то есть вы взяли софт-аренду, вы набрали команду, у вас часто аккаунт-менеджер, ты сказала, есть, есть авт-менеджер, и сколько их? Пока один. Один. Какие настройки внутри продукта сейчас происходят? То есть что вы оптимизируете? Вы набираете тиму, или вы выстраиваете какие-то процессы внутри? Вот я отвечаю пока только за процессы, да, как ведет себя аккаунт-менеджер, как он общается с рекламодателями, как он ведет взаиморасчеты с ними, ну и, собственно, взаиморасчеты веду с мастерами и с Глебом. То есть отслеживаешь просто коммуникационные процессы, контролируешь финансовый способ? Да, да. Это для меня самый простой способ ведения проекта, потому что если начинаешь делать своими руками рутинно, я быстро перегораю и становится неинтересно, меня это злит. Вот, допустим, выстроили пул рекламодателей, ты научил ребят, как общаться, что дальше будешь делать? Дальше буду тем же самым заниматься, возможно, расширять команду аффилейтов просто. Пока что вижу такое развитие. Тебе нравятся стартапы, или ты все-таки хочешь наработать какую-то базу проектов и больше вообще ничего в жизни не делаешь? Нравится, нравится. Я люблю запускать что-то новое, особенно... У меня обычная идея чего-то нового приходит ночью, я обязательно просыпаюсь их и записываю. У нас по Афмамбе будет много новшеств, так сказать, новых не продуктов, как же это... Функционалов. Да, новых инструментов, новых инструментов, которые сильно облегчат нашему бастерам работу. И многие из этих идей просто приходили, потому что я ложился спать, идея пришла, я такой, надо записать, забуду. Встаешь, пишешь, я обычно в Телеграм себе в заметки накидываю и все, никогда не забываю. Мы будем знать при апдейтах, что это ты в ночи придумал там как-то. Обычно, да, да, ну реально, у меня все гениальные идеи, ни гени, не в публике гениальные, гениальные. Да ладно, не скромничай, может быть, реально гениальное что-то. Все идеи, в основном, которые у нас сейчас реализованы, они пришли вот ночью, когда я ложился спать. У вас нет никаких ограничений со стороны платформы, на которые вы запущены? Допустим, тебе приходит в голову какое-то новшество, которое ты хочешь вот прямо сейчас внедрить, а функционал платформы не позволяет. Пока есть, и благо, Alan Base, который у нас сейчас, он хорошо очень подстраивается под клиентов и дорабатывает, да, они развиваются активно, и все, что нам нужно, они стараются это в ближайшее время реализовывать. Почему мы не выбрали тот же AFAIS, потому что они уже прекратили свою поддержку, там вот все, что есть, тема пользуйся, но это бред-бред. Не боитесь ли вы заходить в рынок гэмблы вот в текущее время? Нет, не боимся, потому что у нас сейчас немного другой подход по привлечению партнеров, и он рассчитан именно на обучение новичков, а не перетягивание старичков из других партнеров к себе. Поэтому у нас тут конкуренции нет, нам нужно просто научиться грамотно обучать новых людей работать с нашими партнерками. Они будут на эксклюзиве с вами работать, или вы будете им разрешать, допустим, сотрудничество еще с какими-то партнерками, продуктами? У нас будут инструменты, которые будут доступны людям на эксклюзиве, только если они с нами работают. То есть у нас будет то, чем удержать именно пользователей у нас, потому что при схемном трафике очень важны многие инструменты, не буду рассказывать, какие, но важны. По сути, это будет ваш инхаус медиабанг, который вы сами просто набрали, вырастили, дали им инструменты и все. Именно так. Примерно так это получается. Ты сейчас додумал, я, блядь, даже не думал. А так, может быть, и старички и подключатся, кто-то там знает, куда мы дальше двинемся. Может, двинемся в сторону приложения и это тоже покажет какие-то результаты, но пока стараемся работать точно с тем, что есть. Наверное, раз уже у нас неоднократно заходил вопрос о доходах, о том, что у вас в целом-то общие проекты, можно сказать условно, да? Мы знаем, что вы, у вас общий бюджет, вот, как вы балансируете вообще, расскажите про это. Да просто много не тратим. Ну, бывает такое, что вот кто-то один приходит и говорит, блядь, хочу 4 миллиона, вот сейчас потратите, вот на это давай. Был такое однажды, брат хотел купить машину девушке, конечно, там разнилось, вообще, я не понимал для чего, у него была цель такая, как бы он хотел. Да-да-да, я понял, что хорошо я не купил. Да, нет, мы просто, конечно, бывают такие заносы, но мы обычно просто обсуждаем это. То есть, все крупные покупки, включая даже, не знаю, айфон, макбук, все равно у нас как бы обсуждаются. У нас нет такого. Кроме браслета, брат как-то купил девушке браслет за 200 косарей, а я узнал, я об этом от общего нашего друга, как бы, я, конечно, немного был в гневе, ну, а что поделать. А она в тот вечер, когда он ее купил, вот мы сидели в ресторане, ну, так вот его уже и так, а я, ну, блядь, ну, браслет и браслет, я же не знаю, брат бы мне сказал, если бы купил, а он решил об этом не сообщать. Ну, он понимал мою реакцию, скорее всего, что это. Папаша гораздо острее на все реагирует, чем я, то есть, я такой обычно, ну, произошло, произошло. Купил робот-пылесос и купил. Да, ну, а что поделать, уже купил, типа, а он такой, че, как это? он на тебя не стучал, ну-ка, расскажи что-нибудь про него, когда он просирал деньги в последний раз. Первый раз, я помню, купил обложку за полторы тысячи рублей, когда брат отошел в туалет, вот тогда я п***ок выловил, конечно. Обложку на что? На паспорт, феррагама, короче, такая кожаная, классная была, долго с ней проходил. Я больше не ходил писать один. Да? Брав, все, все. Брав, брат, чтобы не дай бог, он не купил чего лишнего. Да нет, брат обычно, ой, он начал покупать все, когда переехал в новую квартиру, там приходишь, он такой, он говорит, а смотри, как у меня Борг, Декантер. Я такой думаю, ммм, зашибись. Потом, ой, смотри, говорит, какой себе робот-пылесос купил за 118 тысяч. Не, не 118, 70 тысяч. 70 тысяч, а второй 46, получилось 120. Да, получилось 120. Я такой думаю, да, зашибись, крутое, конечно, очень. Сейчас получается вам комфортно вместе как бы вести бюджет? Да, да. Ну, до какой поры это все будет продолжаться? Да, надеюсь, бесконечно? Нет, я думаю, что до той поры, когда у нас появятся отдельные семьи, вот, когда кто-нибудь из нас женится, и тогда уже придется, наверное, делить деньги, но пока нам делить нечем. Обоим хватает, и хорошо. Кстати, я видела в Инстаграме, как вы купили машину папе. Вы очень радуетесь, это, кстати, было очень мило видео. Вы тоже купили это все на общий бюджет, или кто-то конкретно подарил? Нет, вообще, у нас это мы тогда только переехали в Москву, это был 2017 год, да, 2017, и мы, у нас день рождения, у папы 22 января, у нас 23. И мы тогда, у нас где-то был бюджет, по-моему, ну, или денег скопилось 5 с чем-то миллионов, и мы решили папе подарить машину, а у него еще когда-то в детстве, помню, подъезжали там к строительному магазину, там Audi Q7 стояла, и у него как-то такое, типа, блин, классная машина. И вот у нас загорелось, мы начали смотреть варианты, еще за месяц до нашего дня рождения и до его дня рождения, нашли какой-то вариант, у нас деньги на руках были, мы с деньгами прям поехали, смотрим, блин, все нравится, берем, все, вот спонтанная покупка, менеджер даже не ожидал, он такой, в смысле берете, но я не готов, мне надо документы подготовить, ой, такие, а мы все, деньги на руках давайте, и в этот же день купили машину, но родителям об этом не говорили, то есть, это вообще был полный сюрприз для всех присутствующих на этом дня рождения, папе исполнилось, никому не говори, из Балашова, чтобы никто не смог днести, там, по-моему, один друг знал, а тот на день рождения не пришел, все остальные были в неведении, и вот интересный момент, произошел, кому-то купили, поехали в тот же день до подруг, вдруг поехал на Каене, а я поехал за, это, у Дюхи Ку-7, еду через мост, который мимо Москвы-Сити, и там просто машина Якитории, блядь, сломалась, не помню, не знак, не бутылки, ничего вообще, просто я понимаю, в нее лечу, блин, слева машина едет, справа, я как-то в последний момент влево-вправо увернулся от нее, думаю, блин, а так могу в первый день про машину растоптать? Да, вот, ну, в итоге мы катались на ней месяц по Москве, принимать штраф, потому что так бы пришло письмо счастья, прописано мы у нас там Балашов. Да, и он пришел бы, Балашов родители такие, что это за машина такая, почему он к нам такое письмо пришел? А, и оформили ее на меня, вот, и мы поехали, мы говорим папе, давай отмечать день рождения, говорит, да зачем, 49 лет, не юбилей, следующий год отметим, а мы-то понимаем, что мы подарок хотим подарить, ну, и как-то настояли, там, даже шоу организовали, там, из Саратова группа какая-то приехала, там, те выступали, кто там выступал, короче, было много шоу, все так красиво, папиных друзей собрали, своих друзей собрали, и вот, почему видео получилось, оно есть в инстаграме, тремя кусками, потому что вот, человек, который снимал, он не знал, что мы дарим автомобиль, и мы говорим, снимай, он не поймет, до какого момента снимать, и полного красивого ролика как такового не получилось, но вся эмоция в том, что абсолютно никто не знал об этом подарке, это было полной ожиданностью, мы папе привезли, тогда айфон подарили, и он думал, что это подарок, на самом деле, главный подарок стоял на парковке там. Да, решили такую ходовочку сделать, просто подарили айфон, и такие, все, он был радостный, фиг с ним, и мы машину в этот же момент пригнали, получается, подгоняем к зданию, а ведущий ждет, мы говорим, дай нам две минуты подготовиться, ведущий тоже ни хрена не знал, и он просто выходит на улицу с такими глазами, он говорит, вы ебнулись. Ну, это получается, у вас была какая-то большая мечта. Ну, я думаю, любой мечтает подарить родителям. Родителям, да, машину, но это было круто, потому что это было сюрпризом, если бы это было запланировано, то бы, папа, поехали тебе машину купим, это не было бы так эмоционально, а тут именно, папа всегда говорил, типа, ой, за день до того, как мы ему подарили, мама говорит, ну, блядь, что, расплакнешь? Чуть-чуть. Вспомнил, типа, а что вспомнил? Да не, ну, мам просто говорит, блин, такую, вчера, Audi, такую 7 красивую увидели, я думал, да, наши увидели, типа, блин, оказалось, нет, говорит, какая-то синий, говорит, ты ездил, я думал, блядь, прикольно. То есть, они прям реально хотели именно этого? Да, да, мы понимали, что папа, типа, прекрасно хочет эту машину, и поэтому, знали, что такой подарок точно зайдет. Ребята, это Блиц, вопросы. Нужно отвечать быстро и одновременно. Поехали. Кто из вас больше работает? Вова. Кто больше кайфует? Я. Я. Кто тратит больше? Одинаково. Кто из вас больше шарит за орбитраж? Я. Оба. Легко ли понимаете, когда кто-то из вас врет? Да. Представляете ли жизнь друг без друга? Нет. Что вы не просили друг другу? Ничего, все просили. Влюблялись вдвоем в одну девушку? Нет. Ссорились из-за денег? Да. Этого мы и знаем. Я просто, когда быстро, сразу вспоминается в том момент. Есть у вас секреты друг от друга? Да. Да. У него от меня, у меня-то от него нет. Вова не знал об этом просто. Нет, он знал. Окей. Кто больше любит машины? Оба. Как думаете, кто первым из вас женится? Вова. Я. Что главное в жизни? Семья. Здоровье. Кто создает больше суеты и кинж? Пошел. Есть ли между вами конкуренция? Нет. Это сейчас просто рынок арбитража развился так, что ты без команды хрен что запустишь. Ну, то есть. А раньше в соло мы тогда подписки сливали. Мы сливали с нескольких крупных источников, там, на суммарный оборот, там, 300 тысяч в день рублей. Ну, это нормальный такой оборот, на самом деле, в подписках. Для нас. Кто-то скажет, херня. Вот. И то есть, мы лили там с тезернета, с трафик джанки, с экзоклика. И все эти источники ты мог сам оптимизировать, сам как бы все откручивать. Самое странное, что теме вопклик уже было 5 лет, я думаю, а что конкуренции нет? Мы залетаем в рекламную сетку, бам, блин, профит. Залетаем в рекламную сетку, профит. Я такой думаю, а где все ребята, где конкуренция? Одно за одним шло, так и получалось. Но, может, это еще влияло. У нас был прямой не рекламодатель, как это назвать? Контент провайдер. Контент провайдер. Да, мы с человеком работали, который нас и позвал. Он из Питера. Мы с ним несколько раз в Питере виделись, классный парень, ниша такой. Это который был у вас на дне рождения? Нет, его не было. Уже не общаемся, но чувак крутой. Он очень умный был. Очень умный, да. Вот он нас первый раз в Питер пригласил, мы с ним познакомились, он нас устроил на официальную работу, мы тогда получали зарплату у него в компании сидели. И они нам, получается, делали лендинги за два дня, когда у другой партнерки надо было больше недели ждать. И то есть мы, когда запустили рекламную сетку, вообще в чем идея была изначально рекламной сети? То, что мы привлекаем сайт напрямую, делаем, рисуем под него ленды, они нам согласовывают, все, и мы как бы конверт лучше, соответственно, прибыль выше, чем у других. Но потом со временем они начали уходить в минуса, и им пришлось как бы закрыться, и уже пришлось пользоваться лендами, которые дают другие партнерки. Ну да. Мы, кстати, тоже согласовывали достаточно быстро, но изначально сотрудничество строилось с ними на том, что они нам персональные условия предоставляют. Потому что они там давали выкуп моментальный 45 рублей, а в других партнерках давали не моментальный, но 45 рублей, и, соответственно, они, короче, ушли в минус. И пришлось нам прекратить сотрудничество, партнерка закрылась. Получается, тогда не было конкуренции, и это было удобно, с одной стороны. Мы не знаем, почему не было этой конкуренции, то есть, ну, ты правда заходишь в рекламную сеть, и какая-то такая связка, там, баннер смотреть, скачать. Кстати, вот до сих пор мы там придумали этот баннер, до сих пор крутится. До сих пор крутится, да. Вот как мы его там придумали, до сих пор люди откручивают. Ваш баннер, который вы прям сами нарисовали? Да-да-да. Круто. Вы чувствуете какую-то гордость? На Портхабе крутимся, конечно. Когда-то мы придумали. Нет, нет, я вот хотел, кстати, еще отметить, да, спросить, там, в 13 лет не было обучения, были ли они? Да, настолько все было не структурировано. Ну, были партнерки, там, работали в воскресенье, субботу, всем что-то без разницы. Какой график, какие выплаты, там, по графикам, все абы как работали, да, пытались это только структурировать. Это сейчас, это уже компания, все официально, там, документация. Каких на рынок выйдешь, если у тебя... Да, да, да. То есть уже гораздо дорогой, более дорогой вход, да, в этот рынок, нежели раньше. Раньше там куча тем, что-то все, абы как работают, все подсказывают, общаешься чисто на форумах. Нет такого, что там кто-то тебе обучение продает. Я вот не помню, чтобы, знаешь, во всех чатах кидали там, о, обучаю, обучаю, да никто не обучает, сам и не научись. Мне кажется, у вас как раз вот с этого олдскульного времени тянется позиция того, что нужно быстро думать, нужно самому искать инфу и быстро все это реализовывать. Типа не сидеть, не простраивать глобальные планы, вот как ты говоришь, что вы даже там партнерку не дорисовали еще, но вы уже выпустили ее в продакшн. Да, вот эта привычка получать сразу профит. Нет вот этой тенденции, что мы даже как с подписками работали по СИПе, да, не по ревшаре, чтобы не халдить деньги большие. Ты как бы сразу получаешь свою прибыль и все, зашибись живешь. Хотя с ревшара можно на дистанции было больше получать, но это опять же, закладывать бюджеты. Также сейчас у нас по пушам очень многие спрашивают про выкуп. Ну, как многие, так есть ребята, которые залетают. Ни одна партнерка уже особо не дает выкуп, потому что невыгодно. Ты не рассчитаешь срок жизни подписки, он очень, намного сократился. Думаешь, закладывать бюджеты, ну, проще просто отдать на ревшару и забирать свой гарантированный процент быстро, чем ждать там несколько месяцев. Ну, больше на 10%. Ну, короче. Не боитесь ли вы, что вот то, что вы построили, да, там, Z-Push, BroPush в вашей компании, что рано или поздно эти сорсы совсем перестанут быть актуальными? Этот сорс сякнет, начнется новая. Как всегда, реклама на сайтах была и как-то с сайтом надо зарабатывать. Ну, да. Один и ценз не вывезет. Раз мы уже затронули тему будущего, у нас есть традиция в конце каждого интервью гости говорят свою цель там на ближайшие два года, пять лет. Давайте вы прямо в камеру поставите себе цель и через время посмотрите наше интервью и сверитесь. Финансовые? Любые. Сколько? Ну, вот, не знаю, там, два года, хотя бы 10 миллионов долларов, а пять лет 100 миллионов долларов в состоянии. Это в год или в месяц? А, капитализация компании. Паша молчит вообще, понимаешь? Говорит только в год. Нет, именно состояние финансовое, не капитализация. Это доход в год, в месяц? Это просто состоящее. Просто накопленные какие-то средства? Да, да. Капитал. Глобальную цель брат задрал, но в любом случае я считаю, что иметь 10 миллионов в месяц чистыми уже вполне хватает для комфортной жизни, но никогда нельзя ставить вот этот предел, поэтому брат правильно сделал и поставил предел повыше. Предел повыше. Вот и мы посмотрим спустя 10 миллионов в месяц или 2 миллиона долларов. Сколько? 20? 10. И 100. Ребят, спасибо вам за интервью. Мне кажется, оно получилось просто идеальным. Вам тоже спасибо. Очень было приятно с вами побеседовать. взаимно. Я бы сказал перфекто. Так и получилось. Мне кажется, это одно из самых веселых наших интервью. Мы смеялись больше всего. Мы так и старались. А за кадром-то какой смех был. Да, блядь. Все, что не вошло, знаете. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok